Рыжевский мемориал советскому солдату в будущем станет одним из центров патриотического воспитания и популярным местом для посещения, считает директор Музея Победы Александр Школьник. Мы очень надеемся, что память советскому солдату будет частью туристического маршрута и молодое поколение будет здесь регулярно появляться и отдавать данные памяти советскому солдатам. Такое мнение он высказал журналистам на церемонии открытия закладного камня мемориала в Тверской области. Закладной камень будущего Ржевского мемориала открыт 12 ноября у деревни Хорошова. Строительство памятника планируется завершить в 2020 году. В перспективе Ржевский мемориал станет филиалом Московского музея Победы. Ржевский мемориал советскому солдату – проект памятника, который должен хранить вечную память о подвиге бойцов Красной Армии на Ржевской Вяземском выступе. С идеей выступили ветераны. Проект был поддержан Министерством культуры Российской Федерации и рядом общественных организаций. Одним из партнеров по организации проекта выступило Союзное государство России и Белоруссии. Мемориал получил одобрение и поддержку главы российского государства. Утвержденный к реализации проекта выбран в мае 2018 года в результате открытого международного творческого конкурса. В начале марта в музее прошла научно-практическая конференция «Ржевская битва. Рубеж славы. Стойкости духа, жертвенного подвига, бессмертного мужества и отваги бойцов Красной Армии в защите Москвы». Открытие Ржевского мемориала станет одним из центральных событий празднования 75-летия Великой Победы. Комплекс войдет в пятерку крупнейших памятных сооружений, посвященных подвигу советских солдат в Великой Отечественной. Продолжение следует...